Из поучения святаго Иоанна Златоустова на книгу Бытия Убеждаем любовь вашу поревновать праведнику Иакову и оставлять своим детям наследство, которое никогда ни от чего не может потерпеть вреда. Наследство, состоящее в богатстве, часто бывает для получивших его причину гибели, разных наветов и многих опасностей. Здесь же нельзя опасаться ничего подобного. Это сокровище немогущее истощится, сокровище негибнущее, немогущее уменьшится ни от козни человеческих, ни от нападения разбойников, ни от злоумышления рабов, ни от чего-либо другого подобного. Оно сохраняется постоянно. Оно духовное не уступает силе человеческих наветов. А если получившие его будут бодрствовать над ним, то оно сопутствует им и в жизнь будущую, и приуготовляет вечные обители. Итак, не будем все заботиться о том, чтобы собирать богатство и оставить его детям. Будем научать их добродетели и спрашивать им благословения от Бога. Вот это, именно это величайшее сокровище, неизреченное, неоскудевающее богатство, с каждым днем приносящее все большее богатство. Нет ничего равного добродетели. Нет ничего могущественнее ее. Хотя бы ты указывал мне на царство и на облеченного Диадема. Но если только он не имеет добродетели, он будет несчастнее у богово-одетого рубища, какую может принести ему польза Диадема или Парфира, когда его губит собственная беспечность. Разве Господь взирает на различные внешних достоинств? Или преклоняется преднаменитостью лиц? Одно здесь требуется. Подвигами добродетели отверзать двери дерзновения к нему. Так что не стяжавший этим путем дерзновения будет оставаться среди отверженных и лишенных всякой надежды спасения. Будем все это иметь в виду и так наставлять наших детей, чтобы предпочитали добродетель всему другому, а обилие богатства считали за ничто. Оно-то часто и бывает препятствием к добродетели, когда юноша не умеет надлежащим образом пользоваться богатством. Как малые дети, когда берут руки, ножи или мечи, часто по неумению надлежащим образом пользоваться, подвергаются самих себя явной опасности. Почему матери и не позволяют им безбоязненно касаться их? Так и молодые люди, когда получают большое богатство вследствие того, что не хотят надлежащим образом пользоваться им, сами себя низвергают в явную опасность, собирая себе через это богатство время грехов. Отсюда рождаются роскошь, неуместные удовольствия и бесчисленное множество зол. Не говорю, что это происходит прямо от богатства, от неумения получивших его пользоваться им как должно. Потому-то и премудрый сказал, «Хорошо богатство, в котором нет греха». Сирахов 13.30 Хотя и Авраам был богат, и Ива был богат, однако они не только не потерпели никого вреда от своего богатства, но еще более прославились. Ради чего и почему? Потому что не для своего только наслаждения пользовались богатством, но для утешения других, помогая бедным в их нуждах и отверзая свой дом для всякого странника. Вот послушай, что говорит из них. Аще кто из Иди из дома моего стоящим недром? Иов 31.34 Или отказывал ли я нуждающимся в их просьбе? Иов 31.16 Да и не только оказывали пособие неимущему своего богатства, но и заботились они через свое покровительство. Говорит, «Ногами хромому и глазами слепому был я, и сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное». Иов 29.15-17 стихи Видишь ли, что он и обидимых заботился, и служит всем вместо увечных членов. Этому праведнику всем нужно подражать. Праведнику, прежде закона и прежде благодати, показавшему столь великое любомудрие, и притом не имевшего ни наставника, ни добродетельных предков, а собственными усилиями и здравым смыслом, пришедшему к такой доброй жизни. Каждый из нас имеет лежащее в самой природе познание добродетели. Если кто не хочет по небрежности погубить благородство своей природы, то никогда не лишится этого. Дай Бог, чтобы все мы избрав добродетель и ревностно подвязаясь с ней, сподобились благ обетованных любящим его, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава держава честь, ныне и тресно и во веки веков. Аминь.